Программы РФ Шаббат, сегодня второе у нас число, февраля 2018 года, пятница вечер, начинается Шаббат. Всех вас приветствую и благоставляю именем Господнем, благоставляю благословением священников. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицом Своим на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Все, кто подключился, подключается и все, кто потом это будет смотреть в записи уже на Ютубе. Благословляю всех вас, возлюбленные во Христе Иисусе, в Иешуа, Машиахе, счастье, спасибо Господь. Исцеление, спасибо, благодарю Тебя Господь. Наше благословение, освящение, все наше, вся наша жизнь во Христе Иисусе. Слава Тебе Господь. Благослови этот Шаббат. Аминь. Приветствую всех. И если подключились уже моя семья, если подключились тоже как-то моих нити, тоже да, потому что должны были подключиться сегодня и супруга моя, и детки. Так что, если семья сейчас подключилась, то внук Антон, сейчас кто смотрит, привет всем из Киева, с нашей Киевской архиепископией. Всех приветствую. Сегодня пятница вечер, и вот зажег я свечи Шаббата. Леха дуди, пою и проставляю Бога Всемогущего, помни и охраняй, помни и соблюдай. Спасибо, Господь, спасибо, Боже Всемогущий. Вначале прочту я из Божьего Слова. Здесь есть вот в переводе, в таком традиционном переводе, в синодальном переводе. Есть перевод, такой скачал себе тоже Тора, называется Тора Пятикнижие, в таком традиционном еврейском переводе, русском переводе, русском еврейском переводе. Мне очень нравится тоже читать Тору в переводе как раз еврейском Люблю, конечно, Тору читать и в синодальном переводе Тем более, что я привык к нему уже как православный человек, как христианин, как православный священнослужитель Я, конечно, привык больше к синодальному переводу Более как бы так ласкает слух порой мне Но люблю, скачал по этому себе многие переводы, люблю читать в разных переводах И вот пишет переводчик здесь вот так излагает данное Богом слово из 20 главы книги Исхода Я Бог всесильный Твой, который вывел Тебя из страны египетской, из дома рабства Да не будет у Тебя иных богов, кроме меня Не делай себе изваяния и всякого изображения того, что на небе вверху, наверху И того, что на земле внизу И того, что в воде ниже земли Не поклоняйся им и не служи им Ибо Я, Бог всесильный Твой, Бог ревнитель Карающий за вину отцов детей до третьего и до четвертого поколения Тех, кто ненавидит Меня И творящий милость на тысячи поколений Любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои Не произноси имени Бога всесильного Твоего попусту Ибо не простит Бог того, кто произносит имя Его попусту Помни день субботний, чтобы осветить его Шесть дней работы и делай всю работу Твою А день седьмой суббота Богу всесильному Твоему Не совершай никакой работы ни ты, ни сын Твой, ни дочь Твоя Не раб Твой, не рабыня Твоя, не скот Твой, не пришелец Твой Который во вратах Твоих Ибо шесть дней творил Бог небо и землю, море и все, что в них И почил день седьмой Поэтому благословил Бог день субботний и осветил его Чти отца Твоего и мать Свою Дабы продлились дни Твои на земле Которые Бог всесильный Твой дает тебе Не убивай, не прелюбодействуй, не кради Не отзывайся о ближнем Своем ложным свидетельствам Не желай дома ближнего Твоего Не желай жены ближнего Твоего Не раба Его, не рабыни Его Не бока Его, не осла Его И ничего, что у ближнего Твоего Аминь Спасибо Богу Всемогущему за жизнь Спасибо Богу Всемогущему за то, что Он создал нас Создал этот мир Благословенный Господь Бог наш Царь Вселенной Давший нам жизнь, дыхание и все Тобой мы живем и движемся и существуем Мы Твой род Благодарим Тебя Господь Слава Тебе за все Благослови Господь этот Шаббат Шесть дней Ты работал И мы шесть дней работаем Но седьмой день мы почаем в Тебе, Господь Мы отдыхаем в Тебе, Господь Наслаждаемся Твоим особым присутствием Этим особым временем В этом временном пространстве Вечность стучится к нам Вечность прикасается к нам Твоя святая вечность Слава Тебе, Господь Боже, наше жительство на небесах Откуда мы ожидаем Второго пришествия Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа И благодарим Тебя, Господь И благодарю я Тебя От всего сердца благодарю За жизнь вечную, за искупление Слава Тебе, Господь Благословен Ты, Царь наш Аминь И в начале, в самом, вот кедуш хочу совершить Здесь плод виноградной лозы И хлеб Сегодня, правда, у меня такой шаббат Кавказский шаббат Опять кавказский шаббат Я, значит, беру из синагоги Вот сок Сегодня у нас вино такое синагогальное А хлеб У меня сегодня Шоти Это Грузинский хлеб Да Вот, этот хлеб Сегодня я хочу проломить Вместе с вами Мир вам, пишет брат Евгений Да И вам тоже мир Божий, шалом И сейчас Хочу помолиться И Вместе с вами проломить хлеб Семья моя Сейчас, если смотрят уже Надеюсь, что уже подключились уже тоже То, значит Сейчас Сейчас Вместе с вами Хочу также проломить хлеб И со всеми боящимися Бога Благословен Господь Бог наш Царь Вселенной Давший нам хлеб Из земли Благословен Бог наш Царь Вселенной Давший нам хлеб Виноградной лозы Плод виноградной лозы И хлеб из земли И благослови это Господь Освяти Божия Приложи в Духом Твоем Святым Боже Принимаю с благодарением Господь За все Тебя славлю И хвалю Во имя Иешуа Машеха Во имя Иисуса Христа Божия слава Тебе Господь Благословен Ты Царь Наш Божия слава Тебя Благословен Ям Благословен Ям Благословен Ям Благословен Ям Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Как пророку, посланнику Твоему. Так сегодня мы веруем в Иисуса Христа, посланника Твоего, помазанника Твоего. Веруем и знаю я, что кровь Твоя, божественная кровь, кровь Сына Твоего, кровь Иисуса Христа на косяках нашего сердца. Боже, моего сердца, моего разума. Боже, на косяках наших домов. Боже, Всебогущий. И хотя тьма опускается на землю, Божия, но в жилищах праведных свет горит Твой. Ты есть наш свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Ты есть свет, живой, благой. Спасибо Тебе, Господь. Шаббат шалом, мой Бог. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом, моя семья. Шаббат шалом, жена моя, дети мои, внук мой. Шаббат шалом, все подключающиеся, подключившиеся. Шаббат шалом, мир Господний, субботний мир. Споем, давайте все вместе споем, друзья. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат шалом, шаббат шалом. О, Давину, Хай! Наш Отец, Бог Егова живой. О, Давину, О, Давину, О, Давину, Хай! Ава! О, Давину, О, Давину, Хай! Наш Отец, Бог Егова наш, Бог живой. О, Давину, О, Давину, О, Давину, Хай! Ам Израиль, Хай! Народ Израиля жив, мы живы, потому что ты наш Отец живой. О, Давину, Хай! Ам Израиль, Хай! Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль, Хай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Город Иерусалим, столицу еврейского государства Израиля Благослови Господь свой град Иерусалим! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дамы и господа, братья и сестры Этот шалом, сегодня Божий шалом Он царствует в наших сердцах В моем сердце он царствует Шалом Божий! Спасибо Господь за это! И этот шаббат Эта суббота Она во многих отношениях Она такая особенная Я рад этот шаббат быть в Киеве В нашей Киевской архипископии Поэтому привет вам из города Киева Столицы Святой Руси Украины Столицы Украинского государства Я очень Богу благодарен За то, что действительно Мы свидетели таких чудес Великих И в том числе чудес Как вот чудес И в судьбах моей, твоей В разных судьбах людских В судьбах человеческих В судьбах целых семей В судьбах общин В судьбах целых народов, государств Такие геополитические чудеса тоже Кстати, этот год Он такой Год юбилея Нашего И великого чуда Господнего Этот год Он год Семидесятилетия Такого геополитического Чуда Величайшего Нашего времени Чуда Божьего Возрождения Еврейского государства Возрождения Израиля В прошлом году Мы Ликовали Со всем христианским миром Со всеми евреями Неевреями Вместе с Израилем Ликовали И благодарили Бога За Иерусалим Столицу еврейского государства Вот За Пятидесятилетие Победы Великой За Пятидесятилетие Со дня Того времени Когда Иерусалим Снова стал Еврейской столицей Столицей еврейского государства Пятьдесят лет Прошло Да Это и много И мало С другой стороны Кстати Семнадцатый год Он стал Не только Вот Ликованием Нашим По поводу Пятидесятилетия Возрождения Иерусалима Как еврейского государства Но также Самый конец Завершение Семнадцатого года Стал для нас Тоже очень важным Таким Событием Президент Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп Как лидер Свободного мира Президент США Он Официально Провозгласил Признал Иерусалим Столицей Еврейского государства Столицей Израиля Это очень важное Заявление Мы ждали этого Очень долго Знаете ли Еще Если не ошибаюсь Рональд Рейган Говорил Что он собирается признать И потом Президенты Последующие Тоже говорили Что надо признать Иерусалим Как столицу Еврейского государства Израиля Но Знаете ли Только лишь В год Пятидесятилетия Иерусалима Как столица Государства Наконец-таки Это было заявлено Наконец-то Это было провозглашено Слава Богу Это историческое событие И мы живем Действительно В историческую эпоху И дамы и господа Вот Это великий Божий подарок нам И вот Этот год 2018 год Он год Семидесятилетия Возрождения Еврейского государства Семидесятилетия Возрождения Израиля И это Великая победа Господа Бога Всемогущего Его Его великое чудо И Я думаю Что на протяжении Этого года 2018 года Я буду проводить Семинары В том числе Здесь в Киеве Как раз Посвященные Этому юбилею Посвященному Этой дате Вот И Завтра Вернее Послезавтра Получается После шабата Уже воскресным днем Будет собрание Богослужения Нашей Киевской архипископии Здесь в Киеве На которую я буду Эту тему дальше Продолжать Приходите обязательно На служение На собрание Если вы в Киеве Проживаете Или собираетесь Посетить в воскресенье Город Киев То пожалуйста Одно из предложений Вы можете прийти В разные собрания По всему городу В служение Я очень люблю Киев Обожаю Киев Здесь по всему городу В любом кинотеатре В любом ДК В любом храме Костеле Везде В домах молитвенных Везде проходит Богослужение В квартирах В частности Собрания В домашних собраниях Великое множество Верующих Проставляет Бога И суббота Воскресенье Обычно Вот эти выходные дни Они насыщены Религиозно Чрезвычайно Здесь в Киеве Слава Богу Я очень Богу благодарен За это Вот Эта великая Святыня Господня Совершается В наши дни Я Бога благодарю За Украину Бога благодарю За духовное пробуждение Здесь в Киеве На берегах Днебра Луна и Писня Иисусу слава Иисусу слава Аминь 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 Вот и Дамы и господа И вот Одно из предложений В воскресенье Приходите к нам На собрание У нас собрание Проходит рано утром Ну как рано С 9 утра С 9 наше время Арендное Каждое воскресенье С 9 до 19 часов Дня Это станция Метро Кловская Улица Леонида Первомайского 6 Это предприятие УТОС Кловская Улица Первомайского 6 Предприятие УТОС Четвертый этаж Предприятие УТОС Общество слепых Вы можете Это прямо возле Метро Кловская Проходите через проходную Первомайского 6 Предприятие Проходите через проходную И держитесь Левой стороны Поднимаетесь лифтом На Получается Четвертый этаж И попадаете Как раз к нам В собрание Вот В это воскресенье К сожалению Благочинного Нашего не будет Он Ну Его смена Рабочая И он Работает у нас Значит И у нас Почти все священники В общем-то Не на полное время Служители Вот Я наверное Единственный сейчас В нашей архиепископии Кто на полное время В служении Хотя и я тоже Вот работаю Но как Моя работа сейчас Это вот И эти годы Последние Это Я работаю активно В этом Вообще Я живу Этим буквально Провожу семинары Преподаю в библейских Семинариях Институтах Колледжах Библейских школах И в церквях Провожу Различные конфессии Динаминации Провожу семинары По истории христианства И истории Израиля И церкви Вот И История реформации Особенно Прошлый год Как раз был насыщен Такими семинарами По истории реформации В честь Пятисотлетия Среди начала Вот этой эпохи Великой реформации Обновления мирового христианства Слава Богу Вот И И вот Это воскресенье Получается Нашего благочинного Не будет Вот Но Через воскресенье Получается Уже Одиннадцатого Да У нас Да Одиннадцатый Получается Лютого Одиннадцатого Февраля Он будет Уже на служение Кстати Одиннадцатого Февраля Тоже Кто Может Сможет быть Допустим Не в это воскресенье А через воскресенье То Можете приходить тоже И разделите с нами радость Потому что В общем Запланировано Рукоположение На одиннадцатое Февраля У нас Запланировано Рукоположение Одного из наших Диаконов В Иерее В священника Будет Хератония Будет Рукоположение Значит Диакона Максима В Иерее В священнике Буду Рукополагать Я его Вот Поэтому приходите Разделите с нами Эту радость Вот Общение Слава Богу Слава Иисусу Вот И Дамы и господа Братья и сестры И Также Благодарен Богу Я За Эти поездки За эти служения По Украине Вот на протяжении Февраля месяца И марта месяца Начало марта Вот Напоминаю Что телефон Ну я наверное Буду выключать его Все таки Номер уже свой Ну да Скорее всего Буду выключать Потому что Ну уже Шаббат Начинается Уже начался В общем-то Отключаю Киевстар Но напоминаю Этот номер Который вы можете Вот Использовать Таким образом Чтобы Финансово Участвовать С территории Украины Финансово Участвовать В моем служении По Украине Вот Вот сегодня Тоже я Заходил Отделение Здесь вот Неподалеку 44 отделение Укр Нет Новопошта Новопошта Вот И имел возможность Получить Деньги Гривны эти Получить Благодаря Вашим Как раз Переводам Этим И это очень важно Вот Потому что Действительно Не только В молитве Но и Материально Участвовать В жизни Друг друга Тем более В служении Господу Напоминаю Номер Киевстар Он написан Кстати Поэтому В принципе Можете Переписать Себе его Со страницы Киевской Архипископии Записал Я здесь уже Номер Значит В Украине 096 96 2 6 6 75 Повторяю Еще раз 096 96 2 66 75 Вот Если вы На территории Украины А если вы В России И желаете Также принять Участие В моем Служении Вы можете Пополнять Счет Мобильный Телефон Оператора МТС Запишите Тоже Себе Этот номер Код 915 И Номер 780 48 74 Еще раз Повторяю Номер 915 780 48 74 Вот так вот Друзья Дамы и господа Братья и сестры Благоставляю всех вас Во имя Господне И Хочу еще Сказать Знаете Вот Как бы Напоследок Уже что ли Сказать На этой неделе Мы праздновали Я дома Праздновал В Туле Со своей семьей Я только Вчера Приехал В Киев Нашел Попутчика По Блаблакар Кстати Уже знакомого Мне Попутчика Тоже Мой тезка Сергей С Почаева Кстати Собираюсь Тоже В Почаев Собираюсь Тернопольскую Область Тернополе Самому Побывать И В Почаеве Собираюсь Побывать Вновь И Этот Попутчик Слава Богу Человек верующий Религиозный Православный Человек В Почаеве Он живет И С ним Уже второй раз Путешествую Через Блаблакар Удобно Очень Когда так Списываешься Вот Сейчас транспорта Своего нет И Поэтому Сейчас Путешествую Чаще всего Пользуюсь Услугой Блаблакар Или Блаблачорч Еще называю Это Потому что Каждый раз Тоже И свидетельствую О Христе О том Что Бог сделал Моей жизни Молюсь за людей И Кстати Сергей Мне Дал Такое Задание Просьбу Такую Молитвенную Вот И сейчас Я тоже Помолюсь Молиться За Не сам Сергей Даже А Его Товарищ Значит Значит И Их Родственница Валентина Тяжело Больна Врачи Приговорили Ее Уже У нее Рак У нее Онкология И Знаете Ли Я Верую В чудеса Я верую В то Что Бог Есть Бог Чудес Я Братьям Сказал Как раз Вот И Александру И Сергею Как раз Моим попутчикам Значит По Блаблакар Да Водителям Обоим Я сказал Что Я верю В чудеса Я верю В то Что Бог Совершает Чудеса И сегодня Он тот же Помолился И молюсь За Валентину Я ожидаю Свидетельства Славы Божьей Ее исцеление Вот Пусть и Бог благоставит И через это исцеление Пусть Бог Благоставит Как саму Валентину Так и Весь ее род Всю семью ее И благоставляю Моих попутчиков С Блаблакар Водителей Обоих и Александра И Сергея Благоставляю Во имя Иисуса Христа И благоставляю Всех вас Дорогие друзья И прошу Бога Прямо сейчас Прикоснись Господь Отец Сущий на небесах Прикоснись И к Валентине Своей целительной рукой Господь И исцели ее полностью Пусть эта онкология уйдет Во имя Иисуса Христа Проклинаю Всякий рак Во имя Иисуса Христа Пусть будет жизнь Во имя Иисуса И благоставляю Всех Телезрителей Всех зрителей Всех Кто в прямом эфире Сейчас Подключился Или в записи Потом будет смотреть Благоставляю Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Исцелением Освобождением Благоставляю Всеми благословениями Небесными Слава Иисусу Христу На веке Слава Богу Святому Аминь Во имя Иисуса Христа Так же Еще В завершение Скажу Что По скриптум Получается После завершения Всего После этого Обращения Прямого эфира Молитесь Друзья Молитесь О служении Реформаторском Православном Служении Как финансово Так и духовно Материально И молитвенно Нуждаюсь Действительно И осознаю И блаженствую Что осознаю Эту зависимость Нашу Друг от друга Созависимость И нашу полную Зависимость от Бога И друг от друга Как в теле Христа Как члены Одного тела Порознь члены А вместе одно тело Христово Это великая святыня Великое таинство Церкви Благодарю Бога за это Слава Иисусу Вот И дорогие друзья Братья и сестры Вот Также в нашей архипископии Здесь в Киеве Есть нужда Нужно транспортное средство И даже не одно Вот В частности И микроавтобус нужен И такая легковая машина Нужна Обычная На данный момент Только лишь Вот Благочинный наш Служит Отец Алексей Лау Дэву Ланос Да Называется машина Вот Вот Уже ремонтирована Переремонтирована Но Значит По милости Господней Чудом Божьим Она Еще так В движении Вот Но Тоже помолитесь об этом Друзья Вот Потому что Вот А если в гараже стоит машина И вы не знаете куда ее деть Вот И Может она не продается Или допустим Мало ли Может быть Продается Но вы передумали продавать И хотите благословить То вот Один из вариантов Вот Свяжитесь обязательно Напишите мне Напишите Или отцу Алексея Непосредственно Напишите Тоже Вот Потому что Здесь в Киеве Нужна машина Обязательно И для поездок По Украине Транспортное средство Просто необходимо Сейчас Хорошо Друзья Благоставляю всех вас Ну и также Здесь вот в Киеве Здесь на Киеве Провожу семинары Вот И также Если у вас есть Вариант Благословить Краски художественные Кисти художественные То тоже Напишите мне Свяжитесь со мной Ткани тоже Рулон Ткани нужно Рулон большой Ткани Любой Однотонной ткани Вот Тоже свяжитесь со мной Потому что Мастерскую художественную Хочу здесь Действительно Запустить И Вот В пейзаже В картинах Вот Прославлять имя Господа Бога Всевогущего Благословляю всех вас Во имя Господне И до встречи Друзья И на небесах И на земле Слава Иисусу Христу На веке Слава Богу Святому Аминь Из города Киева С нашей Киевской архиепископией Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Слава Богу Ну и что Шаббат Шалом Друзья Подпевайте Давайте вместе Еще раз поем Шаббат Шалом Шаббат Шалом Субтитры создавал DimaTorzok